Спортивные команды города Кирова нельзя лишать финансовой поддержки бюджета областного центра. Таково мнение и руководителей клубов, и депутатов Кировской городской думы. Вопрос о целесообразности поддержки команд встал накануне обсуждения главного финансового документа города на следующий год. Подробности у Андрея Дозорцева. Давай, давай! Бросаем! На каждой тренировке баскетбольного клуба Киров спортсмены выкладываются на полную. От их формы зависит успех команды на чемпионате в первой лиге. Игроки защищают честь студенческого клуба, которому уже 20 лет, а главное честь родного города. Давай, давай! Активнее! За два года финансовой поддержки из бюджета города клуб добился весьма высоких результатов. В прошедшем сезоне команда стала чемпионом при Волжье и серебряным призером первенства России в первой лиге. Чемпионом ПФО в лиге студенческой. По словам руководства клуба, без финансовой поддержки города не будет ни успехов, ни самой команды. Без денег администрации города мы, конечно, просто умрем. Я не думаю, что есть в нашем городе такие предприятия и такие возможности у каких-то коммерческих структур, чтобы содержать. В жизни Дениса Ефимова клуб сыграл большую роль. Еще будучи ребенком, учась в спортивной школе, в баскетбольной секции он мечтал быть похожим на игроков этой команды. Ходил болеть на матче. И вот сейчас мечта его сбылась. Болеет на чемпионате за него. Был на таких играх, очень нравилось. Это захватывало, интересно. Все равно уровень выше, чем в котором ты играешь. Тем более ты маленький, тебе все интересно. Тут эмоции, тут какой-то, может, адреналин, интерес, страсть. К стремлению к чему-либо. Теперь Денис задумывается идти дальше по карьерной лестнице, в высшую лигу. На матчах спортивных клубов, таких как Киров или Родина, всегда полны трибуны. Посмотреть на выступления спортсменов приходят и взрослые дети. Для кировских мальчишек профессиональные команды – это план, к которой нужно стремиться. Оставшись без кумиров, захотят ли они заниматься спортом. Я считаю, что спорт должен быть доступен. А это как раз тот момент, что спорт не должен быть коммерческим. И он, в общем-то, не может быть полностью коммерческим. Он не может чисто за счет зарабатывания денег существовать. Поэтому, конечно же, город должен поддерживать все наши команды, клубы, спортивные школы. Футбольный клуб «Динамо», волейбольная команда «ВятГУ» – все это в Кирове – региональные центры видов спорта. Это перспектива для детей сделать хорошую спортивную карьеру. Лишить команды финансирования, по словам депутатов, самый легкий ход, но с тяжелыми последствиями. Если не будет этой команды, то для чего и для кого мы развиваем баскетбол в нашей области, в нашем городе? Это основная проблема того, что если не станет взрослого баскетбола в Кирове. Андрей Дозурцев, Алексей Фоминых, Владимир Подлевских. Вести. Киров. Продолжение следует.